Этот прицеп для нас достаточно необычен, нет никакого разгрузочного устройства, это Toyota Tundra, оно отсутствует, но смотрите, вообще нет просадки, вот мелочь, но приятно, крючок для собаки. Вот обратите внимание, тот кто знаком с нашими планировками, с нашими прицепами, с нашими видео обзорами, ну видите, вот все совсем по-другому. Тут действительно ванная комната, она огромная, смотрите какая большая. Женщина-покупатель выбирала прицеп, чтобы входная дверь была около туалета, ну допустим, едет она где-то в дороге, нужно посетить туалет и не нужно в обуви идти через весь прицеп. Здравствуйте, с вами компания Дома Дорога, меня зовут Константин. Прицеп Salem 23BHHL от компании Forest River. Вот этот прицеп после моего видео обзора отправляется к покупателю. Около 10 дней назад он пришел из США, поставлены дополнительные опции, этот прицеп для нас достаточно необычен, потому что в основном у нас приходят прицепы от компании Keystone. И от компании Forest River, но модели Noobo и GeoPro, а этот от компании Forest River именно Salem, большой. И вы знаете, что я хочу сказать, женщина вот эту модель выбирала, наверное, недели три. Мы ей каждый день слали предложение, то не так, это не так, ну у нее была своя задача и в общем-то она ее выполнила, то есть мы с ней выполнили, она справилась. И какая задача, я вам сейчас расскажу внутри прицепа, это очень интересно. Ну а сейчас видео обзор снаружи. Значит, вот первое, на что хочется обратить внимание, я никогда об этом не рассказывал. Я специально попросил не отцеплять вот эту машину от прицепа. Обратите внимание, нет никакого разгрузочного устройства, это Toyota Tundra, оно отсутствует. Но, смотрите, вообще нет просадки, никакой, от слова совсем. Вот совершенно, да, то есть прицеп поднят. Это говорит о том, что Toyota Tundra, это не то, что самый подходящий, это самая мощная машина для американских прицепов. Вот единственное, я рекомендую, если не нужно разгрузочное устройство, я рекомендую брать от разгрузочного устройства вот этот шар. Видите, он очень далеко, вот этот шар, очень далеко расположен от самого автомобиля. То есть, если мы его ставим, то прицеп где-то будет, ну, вот шар этот будет где-то вот в этом месте, вот в этом районе. И, таким образом, вот именно такой шар позволит поворачивать Toyota, то есть иметь угол по сравнению с прицепом достаточно большой. Вот такой вот, 90, а то и 110, а то и 120 градусов. И вот эти ушки не будут цеплять об этот бампер. Ну, на большие углы можно разворачивать. Ну что, пойдем дальше. Мне не терпится зайти внутрь, потому что внутри, ну, ребята, это не обычный космос. Да и снаружи, собственно говоря, маленькие решения есть, которые вас заинтересуют. Значит, ну, слайдер классической схемы. В нем расположена кухня. Внешний душ, американская система канализации, промывочные и заливочные горловины, питание от электричества, подключение. Значит, ну, в процессе видеообзора я буду рекомендовать покупателю этого прицепа еще какие-то доп. опции, которые ей не помешают. Вот здесь нужно поставить, мне кажется, платформу и установить бортовой генератор. Он очень нужен. Без него, как без рук. Особенно, если мы сейчас поедем в Грузию, будем стоять в верхнем Ларсе. Там жара плюс 40 градусов. Нужно, чтобы работали кондиционеры, а прицеп движется там в час по пять раз. Значит, валяющийся кондиционер где-то, это очень неудобно. А если он будет стоять на платформе, постоянно работающий, это то, что нужно. Так, пойдемте дальше. Вот я сюда привел моего Берга. Вот почему я его привел. Вот мелочь, но приятно. Крючок для собаки. Видите, да? А ведь он часто нужен. Вот когда мы привозим прицеп на море, и собаке нужно погулять там или подышать свежим воздухом, но мы привязываем там к лестнице, вот сюда. Там кто-то хочет к нам зайти, а ему что-то не нравится, люди боятся зайти, потому что он здесь привязан. А вот, вот это вот крепление для поводка собаки, вот в самый раз. Дальше. Многие производители делают как бы нарушенный телевизор, особенно в автодомах. Тут какая-то ниша, которая убивает пространство с той стороны. Зачастую этот телевизор не всегда нужен, но тем не менее, вот делают какую-то конструкцию, какой-то карман, который прячет этот телевизор, сам телевизор, который находится на воздухе. Вот, просто обычная планка Кронштейда телевизора. Нужен телевизор, повесили его летом, воткнули в электроэнергию и пользуйтесь им сколько нужно. А вот еще и на колонки вывели звук, на большие. Технологический люк обслуживания бойлера прицепа, котел для отопления прицепа. Кстати, отопление тут тоже у него такое, имеет интересный элемент, я вам сейчас расскажу. Вход для, вход в грузовой отсек под кроватного пространства. Вот замки здесь дорогие, не какая-то там дешевка, да, а вот действительно серьезные такие замки, которые никогда не ломаются и никогда не замерзают. Дальше, ну, здесь я вам уже рассказал. Внешняя кухня, вот такая широченная. Гриль. Или сковородка, печка там, как хотите, газовая. Вот что-то сверху там, сковородку, кастрюлю, что-то еще положить. Холодильник. Вот этот холодильник, вот именно этот, работает от сети 110 вольт, но тут стоит трансформатор, который преобразует 220 в 110, поэтому все американские приборы работают от сети 220 вольт. Ну, и теперь заходим внутрь. Вот я не знаю, чем это объяснить, но у меня такое ощущение, что я захожу в какой-то самолет пассажирский, вот знаете, в детстве, да, так хотелось посмотреть, что там внутри какого-то лайнера, который только что прилетел, тут стюардесса стоит, там всем улыбается. Вот у меня такой же, то ли эти занавесочки, то ли, не знаю, но вот у меня такое ощущение, наверное, может быть от того, что там космос, там внутри, она настолько необычная. Вот я поражаюсь, как они так делают. Да, наверное, это все-таки конкуренция рождает, вот такие вот вещи. Когда заходишь в прицеп, уже привык, уже знаешь, что где находится на месте, уже побывал в сотнях прицепов, а тут заходишь и офигеваешь. Это новое, здесь нет, здесь по-другому. Ну, пойдемте смотреть. Прицеп Salim 23BHHL от компании Fallrest River. Видеообзор внутри прицепа. 14 июня по 1 июля 2024 года компания «Дом в дорогу» проводит очередное ежегодное путешествие с домами на колесах в самую лучшую, самую гостеприимную, самую интересную и самую удобную в мире страну для путешествий с домами на колесах в Грузию. За 16 дней мы посетим живописнейшие места этой удивительной страны. Мы будем ночевать там, где не могут себе это позволить обычные туристы. По всему маршруту нас ждут благоустроенные площадки. В наше путешествие могут ехать европейские и американские прицепы, любые автодома. Само путешествие проходит по легким дорогам, а ночуем мы в местах, где удобно парковать прицепы автодома. Никаких сложностей по всему маршруту нет. Это путешествие в Грузию мы рекомендуем новичкам, купившим недавно прицепы автодома. После нашего группового путешествия вместе с опытными караванерами вам будет легче выезжать на дальние расстояния самостоятельно. Мы проедем по одной из самых красивых дорог мира, пересекающей главный Кавказский хребет в наивысшей точке 2200 метров над уровнем моря военно-грузинской дороги. Мы посетим древнюю крепость Анануи. Мы расположим свои дома на колесах в историческом центре Мцхетта у подножья собора Святисхавели IX века, прям в историческом центре Мцхетта. Мы побываем в Лермонтовском Дживари, мы проведем экскурсию по Тбилиси. Мы посетим древний пещерный город у Плесцихи, где нам о нем расскажет знаток этих мест Сталберг, а заодно и накормит в собственном ресторане. Мы проведем экскурсию в музее Сталина. Мы остановимся у стен древней крепости и зажарим барана на мангале. А на следующий день побываем в действующем мужском монастыре, расположенном внутри горы на высоте 300 метров. В курортном городе Боржоми мы будем пить воду прямо из скважин. Мы будем целую неделю отдыхать на море, в самом лучшем кемпинге на Черном море, расположив свои дома на колесах в нескольких метрах от пляжа. Мы посетим одно из красивейших мест в мире, пещеры Посейдона и один из красивейших городов мира – Батуми. Ну вот смотрите, он рассчитан на раз, два, три, четыре, пять, шесть. На шесть спальных мест. Вот обратите внимание, тот, кто знаком с нашими планировками, с нашими прицепами, с нашими видеообзорами, ну, видите, вот все совсем по-другому. Давайте сейчас начнем, наверное, со спальни. Вот такая спальня, американский матрас, шикарнейший. Кстати, можно его заменить на другой, потому что размер стандартный. Окна, шкафчики, у каждого свой, видите, да? И вот сюда вот вешается не телевизор, а кронштейн от телевизора. Вы его прикручиваете, и на кронштейне можно телевизор подвести там в любую точку, чтобы он, кстати, и любого размера телевизор, чтобы он был вот в удобном для вас месте. Вот такая особенность, да? То есть я вот даже у американцев вижу, что его тут прикручивают к стене, и все, это неправильно. Холодильник компрессорный 12 вольт. Он гораздо лучше, чем абсорбционный, потому что, ну, мгновенно холод, мощный. Не нужно ждать там по 8 часов, пока он охладится. В общем, холодильник классный, американский. И вот то, что его отличает от всех остальных. Вот в последних буллетах начали ставить то же самое. Смотрите, бойлер у этого прицепа, бойлер – это устройство для подготовки горячей воды. Работает от электричества и от газа. А вот раньше американские прицепы отапливались только от газа. И вот в последнее время начали ставить вот такие вот электрические красивые камины. Ну, допустим, вы приехали в кемпинг. Зачем вам расходовать свой газ? Вы взяли электричество и отапливаете. И вот электричество плюс еще вот такая красота. Когда камин включается, вот это вот все тут сверкает, моргает, можно выключить. В общем, это электрическое отопление. Микроволновка. Это всегда во всех прицепах есть микроволновки. Кондиционер. Вот он, кондиционер гостиной. И вот давайте посмотрим. Здесь есть, нет, здесь нет кондиционера. Но я рекомендую владельцу этого прицепа вот здесь поставить напольный. Потому что все-таки хочется, когда везде прохладно, везде классно. Ну, в сильную жару вот этих вот рефлекторов не хватает, которые ведут холод от кондиционера гостиной. Лучше сюда поставить напольный кондиционер. И вот смотрите, вот сейчас мы попросим Станислава, чтобы он нам показал, как он превратит вот эту кухонную группу в спальную зону. Вот обратите внимание, видите, тут как бы намертво прикручено все винтами, вот эти ножки, да? Но мы делаем сейчас волшебство. Стас, давай. Так. Так. Вот и получилась у нас такая еще одна двуспальная кровать. Действительно двуспальная. Вот. Ну, может быть, все-таки не для того, у кого метр, у кого рост 2 метра, но нормальная двуспальная кровать. Ну, для деток, например. Вот. Ну, пойдемте дальше. Значит, две кровати. Двуспальная двухъярусная кровать. Вверху два человека и внизу два человека. И, смотрите, я сейчас вам покажу ванную комнату. Действительно ванная комната. Она огромная. Смотрите, какая большая. Большой душ, огромный туалет, умывальник, шкаф, окошко, вентилятор, вытяжка, шкафчик для белья, крючок для полотенца. Ну, класс. И еще я хочу вам показать вот этот вот шкаф. Именно этого прицепа. Кстати, женщина-покупатель выбирала прицеп, чтобы входная дверь была около туалета. Ну, допустим, едет она где-то в дороге, нужно посетить туалет и не нужно в обуви идти через весь прицеп. Вот, зашла и сразу сюда. Ну, достаточно удобно. Вот. И ей еще очень понравился вот этот огромный шкаф. Кстати, видите, свет тут загорается, когда нажимаешь такой умный дом американский. Значит, здесь перегородка, если будет стоять, значит, можно повесить верхнюю одежду и вот сюда сложить обувь. Потому что вот в этом месте вечно эта обувь собирается. Тут горы ее лежат, да. А вот так зашел, прям вот смахнул ногой вот эту обувь туда, да. И здесь порядок. Прицеп очень хороший, очень необычный, очень уютный. Такой вот имеющий свой стиль неповторимый. И по планировке, и по цветовой гамме, и по всяким маленьким мелочам, которые на самом деле приятные мелочи. Я вам уже рассказывал. Ну, а мы надеемся, что этот прицеп поедет с нами в наше путешествие в Грузию. А я еще расскажу о нем, как он в бою. С вами была компания Дом в дорогу. Напоминаю, что мы не только продаем прицепы дачи и автодома, но и организуем путешествие с прицепами дачи и автодомами. Наш сайт домвдорогу.ру с нами интересно. Приглашаем вас в путешествие с автодомами по США, которое пройдет с 30 сентября по 23 октября 2024 года. Мы приглашаем вас присоединиться в путешествие с автодомами по западному побережью США. Никаких особых категорий для управления большим автодомом не нужно. Подходят обычные российские права с категории B. Вот посмотрим, поместится ли это все у нас в те места, в которые мы запланировали это все положить. Процесс укладки в холодильник идет. В 7 утра выезжаем. Мы сейчас находимся в долине смерти. Мы сюда приехали на автодомах. Вот это горы, это юность, горы из песка. На протяжении нашей поездки по долине смерти нам попадаются старинные поезда, повозки, дома. Тут находится музей, где собраны старинные вещи. Когда подъезжаешь к артист Палетте, сразу отпадает вопрос, почему это место так называется. Это самая низкая точка континента Северная Америка. Минус 86 метров относительно уровня моря. Местность покрыта солями, что делает скапливающуюся тут воду непригодной для питья. Я пройду по автодому, по утреннему. Честно говоря, моя семья даже не знает, что я снимаю. Сейчас посмотрим, что тут происходит. Ага, вот. Вот так у нас выглядит утром автодом. Здравствуйте, Михаил. Как ощущения? Как прошли? Ниблосан понравилось вам? Нет. Лас-Вегас – это не иначе, как чудо. Такого второго города на земле просто нет. Тут собрали все чудеса света, статуи свободы, Empire State Building, египетские пирамиды, Эйфелеву башню, венецианские гондоли. В Лас-Вегасе мы будем два дня. Седьмой и восьмой день нашего путешествия. Здравствуйте, мы в Колорадо приехали смотреть Кран-каньон. Каньон Антилопы и изгиб подковы – это всемирно известные достопримечательности, и мы там будем. В общем, у нас есть целый вечер в Лас-Вегасе. Даже не видится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok